Всем привет, ребята! Сегодня у нас новая реакционерша, и завтра тоже у нас будет новая реакционерша. Я забыл, кто, но завтра мы узнаем вместе. Молли, её зовут Молли, вроде как спасибо за разрешение, и давайте послушаем, давайте посмотрим её перевод, давайте посмотрим её реакцию, давайте посмотрим её реакцию, и мой перевод на её реакцию, и мою реакцию на её реакцию, да. Поехали. А, подождите, подождите, подождите. Так, а как назад сделать? Вот. Привет, ребята, и снова добро пожаловать на мой канал и на очередную реакцию. Как я уже сказала, сегодня я буду смотреть и слушать выступления нового артиста, о котором я раньше никогда не слышала, но его порекомендовали мне в комментариях. И эти комментарии до сих пор не прекращаются, из-за того, что вы знакомите меня с невероятными артистами. И это... Димаш Кадеберген? Димаш Кадеберген? Я не уверена, что произношу его имя правильно, но я знаю, что он из Казахстана. Видимо. И песня просто называется «СОС». Это живое выступление из Славянского базара. Я реально ничего не знаю о нём, но, судя по просмотрам на его видео, похоже, что он очень популярный певец. Я должна быть честна с вами, и, как я уже говорила раньше, я не увлекаюсь музыкой. В какой-то момент я с кем-то должна обсудить, почему я не слушаю музыку. Но да, я раньше никогда его не слышала, и я без понятия, какая это будет музыка, или какой она будет. Но да, что не дождусь этого просмотра. Я сказал одно и то же. Может, она имела в виду, какой тип этой музыки будет? Он был рекомендован мне много раз, и получается, у него очень много фанатов. Ребята, вы готовы? Вы готовы? Поехали. Как всегда, мурашки. У него очень приятный голос. О, окей. Я не ожидала такой смены тона. Диапазон, который не использовала в такое... За несколько секунд. Что? Он как оперный певец. Это мощь в его голосе. Его диапазон. Она успокаивает тебя. А вот и бит. Ударник. Вот это место мне нравится. На сингере такого нет. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей. Окей. О, окей. Да, это... Это то, что он проходит, это ужасно! Диапазон, который он использует... И через который он проходит... Она такая... Она такая... Она такая... Она такая... Она такая... Она такая... О да, аплодисменты из меня! Я не знаю, что сказать, помимо того, что это... что это было экстраординарное вокальное выступление. Тот факт, что я без понятия, о чём он пел, или о чём была эта песня, или сообщение этой песни, но несмотря на это, я была очарована, и моё непонимание вообще меня не смущало. И это, наверное, говорит о многом, что происходило. И это говорит о том, какие ощущения могут быть у слушателей этой песни. А также это говорит о том, какие ощущения могут быть у слушателей. Я думаю, я, кстати, уже упоминала, что его вокал напоминает мне о вокале оперных певцов. Некоторые люди могут послушать его и сказать, да, что он оперный певец, особенно когда мы говорим о его высоких нотах и как долго он их держит. Но я имею в виду, что у него очень мощный голос, и его способность проектировать всё это. И это одно из вещей, которые тронули меня. Сейчас я буду говорить слово «проектирование» очень много раз. И это же сильно впечатлило меня. Не только его диапазон. И об этом мы сейчас поговорим, да. Проектирование. Значит, когда вы слушаете много крутых артистов, у которых крутые вокальные способности и хорошая способность проектировать, если вы посмотрите их выступления, то вы увидите, что большей части песни они не будут проектировать свой голос в таком экстремальном виде. В большей части песни они будут петь умеренно и потихоньку выстраивать песню. И это проектирование произойдёт в конце песни, потому что проектировать свой голос очень сложно в таком экстремальном виде. И особенно так долго. Ну, как бы, у него тоже были моменты, где он выстраивал песню, но это было больше как цикл выстраивания, а потом этого мощного проектирования, а потом снова маленького выстраивания, а потом снова мощного проектирования, ещё выше и мощнее. И поэтому большая часть этой песни это было интенсивное проектирование его голоса. Интенсивным проектированием его голоса. И мне это говорит о том, что он очень много тренировался И тренировал свой вокальный контроль И такое вы можете увидеть у оперных певцов И такое вы, конечно же, ожидаете от очень хорошо классическино тренированных певцов И у него, конечно же, очень мощный голос И, конечно же, его вокальный диапазон Он говорит сам за себя Это невероятно и абсурдно, впечатляюще Я была такая, о, подождите-ка Он брал очень высокие ноты и оставался там некоторое время А потом спускался вниз, в эти очень низкие ноты А потом я забывала, что он брал эти высокие ноты Хотя он это сделал совсем недавно Это звучало так, как будто другой человек начинал петь И это очень впечатляюще И теперь я понимаю, почему люди хотели, чтобы я узнала о нем и услышала его Но, как я уже говорила, для меня это не прям вау Потому что я человек, который любит понимать текст песни И знать историю этой песни И чтобы мне прям максимально вовлечься в песню, я должна понимать, о чем она И для меня, без этих важных вещей, которые я упомянула Для меня сложно понимать песню Но не в этом случае, потому что в этом случае это было впечатляюще Я даже забыла о том, что я вообще не понимала, о чем эта песня И это говорит мне обо многом Ребята, да, что вы думаете об этом? И есть ли у вас для меня другие рекомендации, другие его песни, или каверы, или выступления? И есть ли у вас общая информация о нем? Потому что я уверена, что у него очень большая фанатская база И поэтому я уверена, что у вас много информации о нем И да, наверное, я тут закончу И это было очень-очень впечатляюще И я очень рад, что у меня были хорошие наушники Чтобы получить полный эффект от прослушивания Спасибо, ребята, что вы были со мной И надеюсь, мы увидимся в следующий раз Пока! В этот раз мы на другой ролик не перейдем Чтобы вы понимали, если вы тут видите Все, что внизу, это мой голос А все, что пусто Это вот где была сама песня Все, что она ничего не говорила Вот столько она говорила А вот столько она не говорила Надеюсь, вы уже привыкли к тому, что Мое лицо отзеркалено Ну, наверное, это нормально Надеюсь, она вам понравилась Очень сильно надеюсь И как всегда Всем большое спасибо за просмотр Увидимся и услышимся завтра И всем пока! Кстати, напишите мне в комментариях Нужно ли мне восстанавливать свои старые переводы Потому что мне кажется, что они вам больше не нужны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!